Врач-лихач медицинских работников пересаживают на мотоциклы. Но речь не о нарушении скоростного режима. Это нужно, чтобы не терять порой жизненно важные секунды. Как скорая помощь добирается с ветерком, наблюдала Василя Хузина. Мотоциклетный шлем и черный кожаный костюм вместо привычной голубой фельдшерской формы. Теперь Ильнур, Минемулина и Александр Староверов именно в таком виде отправляются на вызовы к казанцам. Во дворе их ждут не кареты скорой, а мотоциклы. К тому же врачам самим приходится садиться за руль. Но они только рады. У меня появилась прекрасная возможность вести хобби, мое очень большое увлечение и работу. Вот я думал, когда искал работу, вот бы у меня работа связана с мотоциклами. На специальности у меня была медицинская, устроился на скорую помощь. Приезжал на работу на мотоцикле и выяснилось, что нам на скорую помощь выдали мотоциклы. И мы теперь можем ездить до них на вызова. Карета скорой теряет в пробках в драгоценное время. Привычная для казанцев картина. В часы пик медиков приходится ждать дольше обычного. Проблему обсуждали еще в конце прошлого года. Тогда и родилась идея о мотобригадах неотложки. Надо на летний период найти врачей, купить мотоциклы. В мире эта практика есть. Чтобы минимальным набором он на мотоцикле... Врач скорой помощи на мотоцикле мог пробиваться и оказать необходимую помощь. Вот эту систему надо отработать. Сказано, сделано. Изучили опыт других стран. Выбрали модель мотоцикла. Как вариант рассматривали Харли Дэвидсон. Но остановились на Судзуке. Мощная скоростная машина, доводить ее до ума, вернее медицинской готовности, отправили на Нижегородский завод, где оформляют и комплектуют все кареты скорой. Там тоже сначала схватились за голову. Таких заказов не то, что у них. По всей России еще не было. Но с работой справились. Этот вызов у фельдшеров тренировочный. Но в любую минуту может поступить настоящая мотобригада отправиться кого-нибудь спасать. Причем буквально. Так как ездить они будут не по домам казанцев, а только на срочные вызовы. ДТП – несчастный случай, если кому-то станет плохо на улице. Василя Кузина, Ират Каюмов, Вести, Татарстан.